Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моему жениху всё время снятся плохие сны обо мне, будто бы я изменяю ему, бросаю его, ухожу, ничего не сказав, и так каждый ночь с момента нашей первой встречи. А, значит, с чем это может быть связано? Вот. Хотя на деле мы живём душа в душе. Смотрите. Ну вот, тут мои коллеги, получается, говорят, что это связано со страхами. Вот. Ну, наверное, не имеет какого-то особенного смысла. Просто повторять, да? То, что да, это страйки. Вот. А я, наверное, просто скажу по-другому, что это могут быть не только страйки, но это может быть ещё и следствие того, что вы живёте душа в душу. То есть, что такое жить душе в душу? Жить душе в душу, это значит, ну, что как бы всё хорошо, да? Что нет каких-то там, не знаю, конфликтов, да? Нет, нет каких-то ссор, да? И так далее. Вот. Нет, в общем, всего такого, что создавало бы конфликты. Ну вот. Ну вот. Дело в том, что конфликты нужны. Вот это такой момент довольно-таки серьёзный, что конфликты нужны людям для того, чтобы вот, ну, вот, ну, в этих конфликтах, да, себя как-то проявлять. Вот. Вот. А конфликты нужны для того, чтобы люди могли отреагировать какие-то вещи, чтобы могли сбрасывать таким образом, ну, какое-то напряжение, которое возникает естественным образом. Вот. Вот. А так получается, что возможностей такой нет. Просто. А, и вот эта вот история, что душа в душе, это история про влияние, когда, когда люди, по сути, они что делают? Вот. Они живут как какие-то, ну, как, вот, знаете, как единое целое, по сути. Вот. Вот. Ну, понимаете, люди не могут быть единым целом. Люди не могут жить как единый организм. Вот. У людей возникают какие-то разные, ну, разные диссоциации, разные реакции на, ну, те или иные обстоятельства, да, на те или иные ситуации. Вот. 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 В конце концов разница просто элементарно в настроении, может быть, и так далее. вот. Вот. И то, что вот вы говорите, что вы живете душа в душе, и то, что вашему молодому человеку вот, ну, снятся вот такие сны, да. Ага. Лично я связываю, связываю с тем, что у человека есть вот такая тенденция, тенденция к тому, чтобы все было хорошо. Вот. то есть, ну, сглаживать конфликты, вот, сглаживать какие-то проблемы, вот, сглаживать какие-то острые углы и так далее. Вот. Вот мне кажется, мне кажется, что вот этот аспект в данном случае, аспект того, что я в отношениях должен быть хорошим всегда должен быть единым целым со своим партнером, скажем так. вот. И так далее. Вот это вот мне кажется. И больше всего, сильнее всего и подкашивает. потому что очень это сложно. Поэтому я думаю, что, ну, во-первых, во-первых, вам нужно переадресовать эту проблематику молодому человеку, вот. если она для него есть такая проблема, то, наверное, решать ее должен в первую очередь он сам, а не вы. если для вас в этом что-то является проблемой, то, опять же, вам нужно решать эту проблему, например, от того, что вас в чем-то обвиняют, что вам там что-то неприятно, допустим, что, что вам там что-то тяжело. Вот. И так далее. То есть вот этот момент, этот момент, да, он очень важен, что здесь является проблемой. Так или иначе, так или иначе, на мой взгляд, здесь ситуация следующая. Мне кажется, что несмотря на то, что вы живете душа в душу, как вы говорите, есть определенные проблемы с доверием у вас. Вот. А что это за проблемы с доверием? Вот. Это когда я не могу быть самим собой. Ну, вот. С тобой. Так. Это не могу быть самим собой. Значит. Ну, рядом с тобой. Рядом. Рядом с тобой, скажем так. Вот мне кажется, мне кажется, что это является ключевой проблемой здесь. И самым лучшим, на мой взгляд, индикатором того, что эта проблематика, вот, фиши-фук, да, это то, что вы, опять же, повторюсь, ведете душа в душу. Вот. То есть я не буду говорить такие какие-то банальные вещи по типу того, что, ну, по типу того, например, что так не бывает. Я не буду. Ну, так, так, в принципе, может быть. И хорошо, если это так, если вы живете душа в душу, как вы говорите. Вот. Но, на мой взгляд, все же вот это доверие, оно базируется именно на том, чтобы люди выражали свои недовольства. А то, что вы плохая, то, что вы, вот, ну, то, что вы какая-то, ну, не такая, да, и так далее. Вот. Эта история, как мне думается, именно про то, чтобы, ну, про то, что вы чем-то не нравитесь молодому человеку в чем-то. Вот. Понимаете? Вот в чем-то вы ему не нравитесь. И он вам об этом, он вам об этом не говорит. Понимаете? Понимаете? Какая штука? Вот. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, вам нужно, вот, конечно, на это, как мне кажется, обратить свое внимание. Вот. То есть больше приносить именно того, что не характерно для ваших отношений. Вот. И, возможно, давать друг другу больше свободы. Вот. Ну, по крайней мере, так это может данную проблему решить с этой точки времени. Вот. Конечно, 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 можно говорить о том, что, да, молодой человек боится просто молодой человек. Страх и так далее. Ну, так можно сказать. Так можно сказать. Вот. Я просто не думаю, что можно всегда сводить все к страхам. Вот. Ну, и не буду скрывать, вам, как бы, дали уже ответ. Ну, по страхам, вот, как бы, смысла постараться я для себя не видел. Вот. Вот. Очень важно, на мой взгляд, чтобы вы признали себе то, что составляет для вас проблем. Вот. Вот. Понимаете? Потому что, если вас это, если вас это вызывает, а если вам это неприятно, вот, если вам как-то, вот, болезненно, воспринимать, ну, воспринимать, воспринимается, да, ну, вот эта ситуация, вот, что вам нужно решать свои проблемы тогда, чтобы, ну, не переносить, вот, то, что происходит с вами, да, на молодой человек. Потому что я уверен, что не добавить это, ну, не добавит, это не добавит, ну, ну, если вы будете перевешивать на него какую-то вот свою проблемаску, да, не добавит это какого-то комфорта, а, и мы вам. Вот. Если вдруг это страшит, да, ну если вдруг это на самом деле, на самом деле, страшит, вот, то я думаю, что в таком случае можно говорить о том, вообще-то говоря, какое значение для нового человека вы имеете, то есть вот какое значение, например, для него имеет ваша встреча, то есть то, что вы встретили, какое значение это имеет для молодого человека, вот, это тоже очень, очень интересный аспект. Почему, почему это интересно? Ага, ну, посмотрите, смотрите, ага, если для молодого человека вы важны, да, вот, а если для молодого человека вы важны, ну, скажем так, сильно, вот, например, то нужно посмотреть, не боится ли он вас потерять, потому что если он вас потерять боится, вот, то, на мой взгляд, абсолютно и совершенно это ни к чему хорошему не приведет, вообще, вот, поэтому я думаю, я думаю, что вот на эти вещи вам нужно обратить свое внимание, в первую очередь. вот, чтобы, ну, несколько предотвратить, скажем так, а, значит, переход ваших отношений в разряд, ну, в разряд деструктивных, вот, в разряд зависимых, в разряд с слоев зависимых, то есть вот такая и küç Ethyl Otto. вот такая, такая история, потому что ничего хорошего опять же из этого не получится на мой, ну на мой взгляд. конечно. И соответственно вот на эти вещи я хотел обратить ваше внимание. Самым лучшим, по моему мнению, решением было бы следующее, чтобы вы вместе с молодым человеком обратились на консультацию. Вместе. Вот. Поговорили бы, да, с психологом. Возможно, как-то вот выяснили, что обижены. Ну, все-таки, как это обиде действует. Вот. Я думаю, что, да, признали то, что, ну вот, что не все так идеально. Например, у вас, да, пример. Опять же. Опять же, к примеру. Вот. И, соответственно, это вот могло бы очень сильно ситуацию бы, конечно, подкорректировать, на мой взгляд. Именно вот в ваших отношениях. Вот. Вот то, что я могу сказать. Ну, если... Если такого желания у вас нет, например, то молодой человек может сам обратиться, значит, к психологу. Вот. 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 А вы в этой ситуации можете не делать ничего. Вот. Если не чувствуете, что для вас это проблема. Вот. А буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам, ну, начать над собой работу. Позвольте вам сформулировать для себя, скажем так, ну, базовые послата для психотерапии. Вот. Вот. Если вы хотите все-таки, ну, что-то начать. Вот. Самостоятельно, да? Если вы хотите начать что-то самостоятельно делать. Вот. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.